Когда маленький мальчик заблудился в африканском буше, он не мог не чувствовать себя одиноким и напуганным. И когда к нему приблизился лев, он подумал, что его конец близок. Но затем произошло немыслимое, и плачущий мальчик отправился в приключение, в которое многим было трудно поверить. Во время отпуска в Африке со своей семьей Итан решил забрести в близлежащие кусты, чтобы исследовать их. То, что началось как невинное стремление к приключениям, вскоре стало весьма проблематичным. Когда Итан поднял глаза и понял, что заблудился в глуши, он сразу же почувствовал сильный страх. И то, что произошло дальше, подтвердило, что он был прав в своих опасениях. Итан остановился на месте и решил посмотреть, сможет ли он занять свое место. Он не мог поверить, что поступил так глупо, что убежал из своего лагеря, как он это сделал. Надеясь, что он сможет увидеть лагерь неподалеку, он решил залезть на дерево, чтобы набрать высоту. Но когда он огляделся вокруг, он увидел что-то, от чего его желудок сжался. Всего в нескольких метрах от него, в кустах, в его сторону присел лев. И тут же он понял, что, вероятно, он преследовал его все это время, даже не зная об этом. Теперь ему пришлось принять ужасное решение. Он мог остаться на дереве и какое-то время оставаться в относительной безопасности, а мог избежать. Чутье подсказывало ему, что оставаться на месте опасно. Он чувствовал, что это сделало его еще большей мишенью для других животных, которые могли проплыть мимо. Поэтому он решил рискнуть всем избежать. Он надеялся, что, возможно, лев потеряет к нему интерес. Это была чрезвычайно наивная ошибка. Но Итан был маленьким мальчиком, и его это пугало до безумия. Он медленно спустился со своей выгодной позиции и приготовился бежать. Он прыгнул бы вперед, как только его нога коснулась земли. Он не мог терять ни минуты. Опустив ногу, он развернулся в противоположном направлении от льва и начал бежать быстрее, чем когда-либо прежде в своей жизни, пытаясь пробраться сквозь густую листву, не производя слишком много шума. Он осмелился оглянуться назад, надеясь, что не увидит позади себя гигантского кота, но он сильно ошибся. Прямо за ним на хвосте бежал большой лев. Именно тогда он понял, что совершил ужасную ошибку. Учитывая скорость, с которой он двигался, он был уверен, что его могут схватить в любой момент. Молясь о каком-то чуде, он просто продолжал бежать так быстро, как только мог. Так было до тех пор, пока не случилась трагедия. Все, что Эттон мог вспомнить, это еще раз оглянуться назад, чтобы увидеть, насколько близко был лев, а затем его лицо оказалось в земле. Все, что он мог чувствовать, это пульсирующую от боли лодыжку и кровь из носа. Забыв о неминуемой угрозе со стороны льва, он вскрикнул от боли. Пытаясь сориентироваться после падения, он огляделся вокруг, чтобы увидеть, что заставило его так пораниться. Именно тогда он увидел, что наступил прямо в борсучью нору, спеша уйти от злобного льва. Удар был неловким и болезненным, в результате чего он сломал лодыжку. Он никогда в жизни не испытывал такой сильной боли. Он был ошеломлен этим и совершенно забыл об ужасающем хищнике, от которого убегал. Все, что он мог сделать, это кричать от боли, желая, чтобы мать была рядом и утешила его. Поэтому, когда он получил утешение другим способом, он был шокирован и вернулся к реальности. Согнувшись от сильной боли с прищуренными глазами и слезами, катящимися по его лицу, Итан просто почувствовал это теплое, влажное ощущение на своем лице. В шоке открыв глаза, он оказался лицом к лицу с ужасающим львом, от которого бежал. Это была самка льва, и под таким углом она была не так устрашающа, как он думал. На самом деле она больше походила на большую домашнюю кошку, чем на смертоносного хищника. Итан замер от страха. Он не хотел делать неверных шагов, так как боялся, что она может просто откусить ему лицо. Но она просто продолжала лизать его лицо снова и снова. Когда он не пошевелился, она начала толкать его в лицо так сильно, как только могла. Это вернуло Итана к реальности и дало ему адреналин, необходимый для того, чтобы снова двигаться. Он медленно отошел от ласковой львицы, совершенно растерявшись. Он никогда не ожидал такого поведения от льва. На самом деле, еще в лагере смотрители парка весьма настойчиво объяснили, что туристу ни при каких обстоятельствах нельзя общаться с дикими животными. Он не знал, что делать дальше. Его лодыжка ужасно пульсировала, и из-за боли ему было трудно ясно мыслить. Он начал пытаться оценить свои возможности. Он знал, что не может много двигаться, но ему нужно было это сделать. Ему нужно было вернуться в лагерь к своей семье, ведь только там он будет чувствовать себя в безопасности. Но как он собирался туда добраться? Если бы он не мог двигаться, ему нужно было бы хотя бы попытаться привлечь чье-то внимание. Но он понятия не имел, где находится, поэтому сосредоточился на первой проблеме львицы. В конце концов, если бы она отвернулась от него, он вообще никуда не денется. Поэтому она сидела и просто изучала ее. Пытаясь сосредоточиться, несмотря на боль, он внимательно следил за языком ее тела, пытаясь предсказать, что она может сделать дальше. В этот момент она медленно ходила по земле перед ним. Время от времени она останавливалась и смотрела на него, а затем продолжала ходить. Итан не знал, что и думать. Он попытался переместить свое тело, чтобы устроиться поудобнее, а затем она оказалась рядом с ним, снова подталкивая и облизывая его, пугая его до глубины души. Ее действия определенно были нежными, но почему? Играла ли она с ним, прежде чем превратить его в еду? Итан не мог не тихо рыдать от боли. Раньше он сломал кость, но это было совсем не так. Он изо всех сил старался не концентрироваться на этом, но это было все, что он мог чувствовать. Большая кошка почувствовала сильную боль, которую он испытывал, потому что в конце концов она перестала ходить и села прямо напротив него, как будто пытаясь утешить. Но Итан просто отшатнулся в страхе. Почувствовав, что ее комфорт не работает, лев, казалось, переключил передачу. Она начала сильнее подталкивать ребенка перед собой вверх. Итан сопротивлялся ее толчкам, но старался никоим образом не раздражать ее. Через некоторое время она толкнула его в последний раз и отошла на несколько футов. Затем она повернулась и посмотрела на него через плечо. Когда Итан не отреагировал в первый раз, она просто снова повторила свой странный жест. Она потолкнула его вверх, а затем ушла, всегда оглядываясь на него. Итан не мог не почувствовать, что она хочет, чтобы он последовал за ней. Неужели это было на самом деле? Или он начал немного сходить с ума, находясь в полном одиночестве в саванне. Разочарованная его неподвижностью, львица впилась лапами в землю и издала резкий рык. Ее огромные лапы заставили порыв песка и пыли разлететься вокруг Итана, и он закашлялся. Именно в этот момент он понял, насколько он пересох. Он едва мог вспомнить, когда в последний раз пил что-нибудь. Это было еще одно беспокойство, которое он должен был добавить в список. До сих пор проблема гидротации не выходила у него из головы, но теперь она настигла с удвоенной силой. Никогда в жизни он не чувствовал такой жажды. Боль в лодыжке и сильная растущая жажда дали понять, что ему нужно двигаться, как бы болезненно это ни было. Он рассчитывал на то, что ему ничего не привиделось. Возможно, лев пытался помочь ему, и, возможно, последовать за ней было бы не самым худшим поступком, который он мог бы сделать. В любом случае, это определенно было лучше, чем быть сидячей уткой для менее дружелюбных хищников. Поэтому он с трудом поднялся на ноги и стал следовать за львом. Ее уши насторожились, когда она поняла, что он принимает ее молчаливое приглашение. Он был прав, она определенно пыталась его куда-то везти. Но куда? Да, каждый шаг был для Итана мучительным. Он перенес весь вес на свою здоровую ногу и использовал палку, чтобы облегчить боль в сломанной ноге. Это было ужасно неловко и делало его движения довольно медленными, но лев, казалось, был достаточно терпелив, чтобы справиться с этим. Он шел за ней так быстро, как только мог, но часто чувствовал, что ему нужен перерыв. И каждый раз, когда он останавливался, она просто сидела и ждала, пока он снова встанет. Он задавался вопросом, куда она его ведет и, самое главное, зачем. Его мысли вернулись к тому моменту, когда он впервые прибыл в лагерь. Охотники рассказывали о львице, которая часто слонялась вокруг лагеря. Она была не то чтобы дружелюбной, но, судя по всему, весьма любознательной. Итан надеялся, что эта львица была той самой, о которой они упомянули, поскольку это, скорее всего, означало бы, что она, скорее всего, ведет его обратно в его лагерь. Он ковылял с этой надеждой, отчаянно желая, чтобы она оказалась правдой. В какой-то момент он поклялся, что слышит, как люди зовут его, но вместо того, чтобы их голоса становились громче с каждой минутой, они, казалось, становились тише с каждым шагом. Это был плохой знак. Был ли он неправ относительно намерений льва? Итан начал немного волноваться. О чем он думал, слепо следуя за львом по саванне? Насколько он знал, он мог следовать за ней до самой своей смерти. Однако как раз в тот момент, когда его тревога достигла пика, пара вырвалась из густого куста и подошла к свежей речке. Когда он услышал шум текущей воды, все остальное в его сознании просто растаяло. Все, над чем он мог сейчас сосредоточиться, это утолить жажду. С большим трудом он спустился на землю, чтобы напиться. Когда вода коснулась его губ, он мгновенно почувствовал, будто выиграл в лотерею. Он никогда не мог припомнить, чтобы он наслаждался водой так сильно, как в тот момент. Он хлебал столько, сколько мог, чтобы утолить жажду. Он тяжело дышал, когда вспомнил о льве. Он лежал на корточках спиной к ней в самой уязвимой позиции, какой только могла быть живая добыча. Но, обернувшись, он был шокирован, увидев, что она просто тихо сидит позади него, как будто охраняя его от того, что находилось там, в кустах. Она совсем не выглядела так, будто собиралась напасть на него, поэтому он с облегчением лег на спину. Пресная вода помогла немного восстановить его чувства, небольшая часть его даже осмелилась думать, что он, в конце концов, сможет пережить все это испытание. Теперь ему просто нужно было отдохнуть несколько минут. Именно в этот самый момент он услышал то, что, по его мнению, было его именем. Его глаза открылись и вздрогнули, но он не увидел никого вокруг. Но, как только он собирался снова закрыть глаза, он услышал это снова. Сидя так быстро, как только мог, он старался внимательно слушать. И действительно, в воздухе вокруг него плыли далекие крики группы людей. Кажется, лев тоже их услышал, потому что она оживилась и выглядела весьма встревоженной. Она даже издала низкое рычание, словно отгоняя приближающихся людей. Итан, однако, не собирался упускать свой единственный шанс на спасение. Поэтому он глубоко вздохнул и начал звать на помощь. Он делал это снова и снова, звал на помощь, кричал так громко, как только мог, говорил разные вещи, чтобы привлечь их внимание. Ему даже удалось подняться на ноги и начать размахивать руками высоко в воздухе. Даже если он не мог их видеть, возможно, они могли видеть его. Лев был недоволен его внезапным изменением поведения. Казалось, она очень обеспокоена тем, что к ним могут приблизиться люди. Итан не мог не думать, что она все перепутала. То, что она считала угрозой для него, на самом деле было его спасительной милостью. Как она могла этого не видеть? Вскоре голоса, зовущие его, стали становиться все громче и громче. Теперь Итан мог определить, откуда они идут, и повернул в ту сторону. Он продолжал кричать, зная, что они, вероятно, следят за его голосом. Но когда они подошли ближе, лев забеспокоился еще больше, до такой степени, что стал агрессивным. Она больше не просто ходила туда-сюда. Теперь она физически пыталась увести Итана подальше от людей и закрыть их локацию. Она начала бить Итана головой изо всех сил, дважды толкнув его. Она пыталась потолкнуть его в противоположном направлении, как будто говоря, что им нужно бежать. Но Итан отказался двигаться, и то, что она сделала дальше, произошло в самый неподходящий момент. Итан слышал, как голоса становились все ближе и ближе, потому что они становились все громче и отчетливее. Он мог слышать голоса рейнджеров из лагеря и еще каких-то людей. Но когда он услышал голос отца, он сразу почувствовал себя на небесах. Его глаза наполнились слезами, и он просто начал кричать отцу так громко, как только мог. Он слышал, как их шаги ускорились в кустах, но и лев тоже. И она увидела в этом огромную угрозу. Она встала перед Итаном и толкнула его всем своим весом. Он упал, но тут же поднялся, подпитываемый адреналином от спасения. Поняв, что он не собирается двигаться, она подошла к нему сзади и укусила его за рубашку, оттаскивая от зовущих его голосов. Итан на секунду был застегнут врасплох, но нашел в себе силы среагировать. Он кричал так громко, как только мог, и извивался изо всех сил, чтобы вылезти из рубашки. Именно в этот самый момент его отец и гейм рейнджерс прорвались сквозь заросли. Как вы можете себе представить, Шок, увидев своего сына в хватке львиной пасти, был слишком сильным для отца Итана. Он схватил ружье рейнджера и тут же попытался застрелить льва. Рейнджерам потребовалось некоторое время, чтобы среагировать, но вскоре они взяли его под контроль, вернув пистолет обратно. Они поняли его беспокойство, но сказали ему отойти в сторону. Они не хотели причинить вред ребенку в процессе стрельбы по льву. При звуке выстрела львица отпустила рубашку Итана, но вместо того, чтобы убежать в безопасное место, она вместо этого встала между ним и поисковой группой, оскалив зубы. После всего этого она все еще думала, что защищает Итана от других людей. На этом месте гейм рейнджерс почувствовали большую угрозу. Они знали, что им нужно попытаться как можно лучше разрядить ситуацию, прежде чем она станет еще более рискованной для ребенка. Они заняли оборонительную позицию и приготовились к борьбе с враждебным львом. Но затем произошло нечто шокирующее. Маленький мальчик проковылял мимо львицы и обхватил ее голову руками. Он рыдал от души и умолял рейнджеров не причинять ей вреда. Лев ответил, прижавшись к нему на руки, как будто понимая его защиту. Рейнджеры были поражены. Это было просто немыслимо. Что происходило между мальчиком и этой дикой кошкой? Это было не похоже ни на что, что они когда-либо видели раньше. Тем не менее, они медленно опустили оружие. Затем отец Итана подбежал вперед и схватил его на руки, не заботясь об угрозе хищника рядом с ним. Но лев лишь издал тихий стон, как бы признавая, что мужчина действительно заботится и о мальчике. Затем он подхватил сына на руки и начал медленно уносить его. Охотники осторожно следовали за ней, пристально следя за львицей. Удивительно, но она была в этом надолго. Когда она позволила людям забрать мальчика, она была полна решимости убедиться, что они не причинят ему вреда. Поэтому она последовала за ними до самого лагеря. Мать Итана сразу же начала рыдать, когда увидела, что он жив и здоров, и бросилась в их палатку, чтобы получить столь необходимую любовь и заботу. Поскольку они находились посреди саванны, Итану потребовалось почти 24 часа, прежде чем он смог обратиться к врачу. К счастью, перелом оказался не слишком серьезным, поэтому им удалось вправить его лодыжку и дать ему лекарство, которое поможет облегчить боль. Итану все было как в тумане. Он потерял сознание на руках отца сразу после того, как его спасли, и все остальное время оставался в полубессознательном состоянии. Поэтому, когда он наконец пришел в себя, у него было так много вопросов. Главным из них было то, где сейчас находился лев. Охотники сопроводили его до границы лагеря, где все это время находилась львица. Они сказали Итану, что как бы они не пытались ее прогнать, она продолжала возвращаться за ним. Он воспользовался этим моментом, чтобы поблагодарить милую кошку, наконец поняв, что она сделала все, что в ее силах, чтобы обезопасить его. Когда после этого он вернулся в лагерь, он сел со своими родителями и рассказал историю о том, как он преследовал цесарку до тех пор, пока не перестал узнавать, где находится. Он застрял в глуши, отчаянно нуждаясь в помощи. И помощь действительно пришла к нему, но из самого неожиданного места. Они сидели в недоумении и ужасе, слушая его рассказ, но были благодарны, что в конце концов он вышел живым. Эту историю он будет рассказывать всю оставшуюся жизнь. Какая невероятная история. Как бы вы отреагировали, если бы увидели, как вас преследует лев? Поверите ли вы, что хищник поможет вам? Дайте нам знать, что вы думаете в комментариях ниже. Спасибо за просмотр. До следующего раза.